Продолжаем лекцию на тему «Анализ лекарственного растительного сырья, содержащий эфирные масла». В первой части лекции мы с вами разобрали, что такое эфирные масла, их классификацию, физико-химические свойства и методы получения. В следующей части мы с вами разберем контроль качества эфирных масел. Для контроля качества полученных эфирных масел нам необходимо проверить следующие показатели. Первые – это органолептические характеристики, затем физические константы – это температура затвердевания, растворимость, плотность. Также для определения доброкачественности определяются химические константы – это кислотное число, эфирное число, гидроксильное число. Для определения частоты также проводится определение примесей, то есть в качестве примесей в составе эфирных масел могут присутствовать спирт, вода, жирные минеральные масла или же чужеродные сложные эфиры. Также определяется микробиологическая частота. Итак, мы говорили про органолептический анализ, то есть согласно государственной фармакопии Республики Казахстан, цвет эфирного масла определяется следующим образом. То есть эфирное масло помещает цилиндр из прозрачного бесцветного стекла и наблюдает в проходящем свете. Для определения запаха наносит каплю масла на полоску фильтровальной бумаги и запах сравнивает с запахом контрольного образца через каждые 15 минут в течение часа. То есть сравнение с эталоном позволяет установить идентичность испытуемого масла. Для определения вкуса прикладывает к языку полоску фильтровальной бумаги с нанесенной на нее каплей масла. Или же можно смешать одну каплю эфирного масла с сахарной пудрой и попробовать на язык. Следующие перед вами представлены методы определения примесей в составе эфирных масел. То есть мы говорили, что в составе эфирных масел могут присутствовать вода, спирт, минеральные жирные масла и чужеродные сложные эфиры. То есть, например, вода может в качестве примесей присутствовать, например, при получении методом дистилляции. То есть спирт, например, может присутствовать при получении эфирных масел методом анфлиража или же экстракций. Поэтому необходимо проверить все эти примеси в составе эфирных масел. Теперь первое. Для определения воды берут эфирное масло, добавляют к нему петролийный эфир или же можно использовать дисульфид углерода. При этом наблюдают, то есть не должно быть помутнение. Для определения спирта проводят следующие реакции. Берут часовое стекло, капают несколько капель эфирного масла, добавляют очищенную воду и смотрят на черном фоне. При этом не должно быть помутнение. Также для определения спирта проводят следующую реакцию. То есть пробирку. Наливает, например, 1 мл эфирного масла, закрывает пробирку ватой, в середине которого будет находиться кристаллик фуксина. То есть это краситель. И нагревает пробирку. То есть при нагревании в присутствии спирта фуксин окрашивает вату красно-фиолетовый цвет. Следующий метод – это определение углеводов, минеральных и жирных масел. Для этого берут эфирное масло исследуемое, к нему добавляют этиловый спирт. И при наличии жирных или минеральных масел, капли масла опустятся на дно пробирки. То есть на дне пробирки можно увидеть капельки масла. Или же для определения жирных масел также можно провести следующий опыт. То есть берем фильтровальную бумагу, капаем 1 каплю эфирного масла. При этом если эфирное масло долгое время не улетучивается, оставляет жирное пятно, след, то это говорит о том, что присутствуют примеси жирных масел. Так как эфирные масла, они летучие, они не оставляют жирных пятен. То есть это является одним из отличительных, так скажем, реакций между жирными маслами и эфирными маслами. Четвертое это определение чужеродных сложных эфиров. Для этого берут эфирное масло, к нему добавляют спиртовой раствор гидроксида калия и нагревают в течение двух минут. При этом не должно наблюдаться образование кристаллов. Итак, следующий слайд это методы определения химических констант эфирных масел. То есть при определении химических констант можно судить о доброкачественности эфирного масла. Существует понятие кислотное число, то есть это количество миллиграммов гидроксида калия, которое расходуется для нейтрализации свободных кислот, содержащихся в одном грамме исследуемого эфирного масла. Для определения кислотного числа используют следующую методику. То есть сперва эфирное масло растворяет 95% этиловым спирте, добавляет фенолфталиин и тетроид раствором гидроксида калия. При этом, вот перед вами написано, используя метод прямого алкалиметрического тетрования. Тетрант у нас является спиртовой раствор гидроксида калия, индикатор фенолфталиин. Тетроид до розового окрашивания. Перед вами представлена формула расчета, где В это объем тетранта, которое ушло на тетрование. 5,61 – это масса калию аж в миллиграммах, которая содержится в 1 мл 0,1 нормального спиртового его раствора. И в знаменателе М – это масса эфирного масла. Следующий показатель – это эфирное число, то есть это количество в миллиграммах гидроксида калия, пошедшее на омыление сложных эфиров, содержащихся в одном грамме эфирного масла. Определение эфирного числа проводят после определения кислотного числа, то есть работают с тем же раствором, который остался после определения кислотного числа. При этом используется метод обратного алкалиметрического тетрования, то есть берут раствор, который остался после определения кислотного числа, добавляют туда спиртовой раствор гидроксида калия и нагревают в течение часа. Затем разбавляют водой и избыток гидроксида калия тетроид раствором серной кислоты или же хлороводородной кислоты. При этом используется индикатор фенолфталиин, тетроид до бесцветного окрашивания. Формула расчета представлена перед вами. В числителе объем это количество 0,5 нормального раствора гидроксида калия, которое ушло на омыление эфиров. М это навеска эфирного масла. И 28,05 это в миллиграммах масса гидроксида калия, содержащегося в 1 мл 0,5 нормального его спиртового раствора. Следующий показатель это эфирное число после ацетилирования. То есть это масса гидроксида калия, необходимая для омыления суммой сложных эфиров. Необходимо здесь обратить внимание на слово суммы сложных эфиров, эфир, содержащихся первоначально в 1 грамме масла и образовавшихся при ацетилировании. То есть эфирное число после ацетилирования, или же по-другому его называют гидроксильное число, это количество гидроксида калия, которое ушло на омыление не только сложных эфиров, которые содержатся первоначально в эфирном масле, но и образовавшихся после ацетилирования. Для определения этого показателя сперва проводят реакцию ацетилирования. Вот, например, перед вами представлена формула ментола с уксусным ангидридом, то есть происходит реакция ацетилирования в присутствии, например, гидроксида калия, или же гидроксид натрия можно использовать. Далее добавляют воду для того, чтобы убрать избыток уксусного ангидрида. При этом при добавлении воды избыток уксусного ангидрида превращается в уксусную кислоту. Затем весь этот раствор переводят в делительную воронку, отделяют маслянистый слой и добавляют хлорид натрия для удаления уксусной кислоты. Затем можно добавить в эту делительную воронку обратную воду для удаления хлорида натрия. То есть каждый раз в делительной воронке сливают водный раствор, то есть водный слой. Затем добавляют у нас сульфат натрия для обезвоживания, то есть для удаления воды. И весь этот раствор фильтруют и используют фильтрат для определения эфирного числа после ацетилирования. То есть это значение происходит, определение этого значения, как и определение эфирного числа. То есть добавляют спирт, спиртовой раствор гидроксида калия, вот перед вами написана формула. Затем избыток гидроксида калия оттетровывают раствором кислоты. То есть точно так же методика идет, как и при определении эфирного числа. Только здесь сперва идет процесс ацетилирования реакции, а затем уж тетрования и определения эфирного числа. То есть происходит определение вот этих всех химических констант, как мы уже вначале говорили, для определения доброкачественности. Так как эфирное масло при неправильном хранении, или при долгом стоянии, или при под действием кислорода воздуха может изменять свои химические и физические свойства. То есть там могут образовываться какие-то свободные кислоты, либо чужеродные сложные эфиры. Поэтому определяют вот эти химические константы для определения доброкачественности эфирного масла. Следующие это методы количественного определения эфирных масел, то есть содержания эфирных масел в лекарственном растении. Согласно государственной фармакопии Республики Казахстан, имеется три метода для количественного определения содержания эфирных масел в лекарственном растении. Первый метод называется метод Гинсберга. Используется для определения эфирного масла в растении, которое содержит значительную массовую долю эфирного масла. И если имеется возможность взять для анализа достаточно большую навеску сырья. Но этот метод не пригоден для анализа термолобильных эфирных мател. То есть прибор, который используется для этого, состоит из круглодонной колбы, из приемника Гинсберга, то есть градуированный приемник, как вы видите, имеет цену деления. Этот приемник называется приемник Гинсберга. Поэтому метод получил такое название. Затем стоит шарикового обратного холодильника. То есть берут навеску сырья, загружает в колбу, наливает растворитель, закрывает пробкой, с помощью крючков располагает внутри колбы наш приемник. То есть приемник Гинсберга. Таким образом, чтобы приемник не касался стен нашей колбой. И сверху располагается у нас обратный шариковый холодильник. Начинает нагревать колбу. При этом растворитель переходит в холодильник, конденсируется и по каплям наше эфирное масло собирается в приемнике. Таким образом, происходит процесс нагревания. И конденсируя эфирное масло с растворителем, они поступают в приемник. Далее, через 5 минут после окончания, мы должны остановить подачу воды в холодильник, для того, чтобы оставшиеся на внутренних стенках холодильника капли эфирного масла, все стекло в приемник. Затем определяем объем эфирного масла с помощью градуированной части приемника. То есть мы определение проводим после окончания перегонки и охлаждения прибора до комнатной температуры. Перед вами представлена формула, которая используется при определении содержания эфирного масла этим первым методом. То есть В – это объем эфирного масла полученного. Этот объем мы узнаем в приемнике. То есть через градуированную часть приемника можно узнать, сколько миллилитров эфирного масла было получено. А – это масса, то есть навески взятого лекарственного растения. Вот здесь еще приведена влажность лекарственного растительного сырья. Используют вот эту формулу при определении эфирного масла первым методом, методом Гинсберга. Следующий метод, второй метод. Для определения эфирного масла вторым и третьим методом используется, представлен перед вами прибор, один и тот же прибор. То есть сейчас я вам расскажу их отличия и отличия методики. То есть второй метод используется, если эфирное масло термолобильное. Как вы видите, здесь внутри пробирки нет приемника. То есть если у нас в первом методе Гинсберга приемник был внутри колбы, то есть эфирные масла были термостабильны, здесь уже этот прибор используется для определения содержания эфирных масел, термолобильных именно эфирных масел. А третий метод использует этот же прибор только для определения эфирных масел, которые при перегонке претерпевают какие-то изменения, то есть могут образовывать эмульсию или же загустевать, или имеет плотность равной единице, или же больше единицей. При этом используется третий метод. Вот отличие трех методов. Итак, вернемся ко второму методу и к самому прибору. Вообще сам прибор состоит из колбы, вот внизу перед вами представлено, из паротводной трубки, вот два написано, также состоит из прямого холодильника, третье, затем вот у нас это приемник, вот четыре. Четыре это именно градуированная часть приемника. Здесь чуть-чуть вам не видно, но именно вот эта узкая часть, она градуированная у приемника. Это расширенная часть приемника идет, расширение приемника, и боковая трубка приемника, вот перед вами представлено. Затем идет кран, пятый, это спускной кран. Затем идет резиновый шланг и воронка. То есть берут сырье, загружают в колбу, затем наливают растворитель. После открывает этот кран с помощью воронки и через резиновый шланг заполняет водой наш приемник. Чуть-чуть заполняет наш приемник. Затем кран закрывают и начинает процесс нагревания колбы. Колба нагревается, перегоняется через паротводную трубку, переходит в прямой холодильник, конденсируясь, попадает в наш приемник. Вот этот процесс продолжается несколько раз. Затем, после окончания процесса, также останавливают подачу холодной воды, чтобы наше эфирное масло, которое находится на внутренних стенках холодильника, стекло все в приемник. После окончания открывает вот этот спускной кран, через резиновый шланг у нас спускает воду. То есть в нижней стороне у нас имеется вода, его спускают и эфирное масло спускается в градуированную часть приемника. Затем, после охлаждения ждут еще несколько минут, где-то 5-10 минут, чтобы все эфирное масло, стекло в градуированную часть приемника, чтобы можно было узнать, сколько миллилитров эфирного масла мы получили. Это вот формула, точно такая же, как в первом методе для определения количественного содержания эфирного масла. А это В, это объем эфирного масла, А, это навеска взятого растения, то есть лекарственного растения, и также здесь приведена влажность сырья. Если мы будем использовать третий метод, как я уже говорила, третий метод используется для определения содержания эфирных масел, которые при нагревании претерпевают изменения. Поэтому я вернусь к слайду и вам покажу. Сейчас, минутку. Вот. То есть в третьем методе, также колбу заполняют сырьем и растворителем, только отличием является то, что вот через боковую трубку приемника сюда наливают раствор декалина. Эфирное масло растворяется в декалине и не претерпевает изменений, то есть эмульсию не образует под действием температуры. Поэтому для того, чтобы получить эфирное масло, то есть определить его количество содержания и точный объем измерить, сюда мы наливаем раствор декалина, вот через эту боковую трубку. Но заранее нужно знать точный объем, который мы будем использовать вот здесь, для определения содержания эфирного масла. Затем, если вы увидели, здесь в отличие от первого и второго метода, в третьем методе в числителе имеется два объема. То есть один объем – это объем эфирного масла в декалине, то есть в конце, когда определяет общий объем, этот общий объем вместе эфирного масла, растворенного в декалине. И В1 – это объем декалина, который мы первоначально вводили через боковую трубку приемника. А – это навеска, которую взяли для определения содержания эфирного масла, то есть навеска растительного сырья. И также приводится влажность сырья. То есть, еще раз повторю, третий метод используется для определения содержания эфирных масел, которые претерпевают при нагревании различные изменения. То есть могут образовать, например, эмульсию, или у них плотность больше единицы, поэтому добавляют декалин, чтобы эфирное масло растворилось в нем и в нем не происходили вот эти изменения. Но заранее мы должны знать, сколько миллилитров декалина мы использовали, чтобы найти потом точный объем эфирного масла.